С программой Александр Александрович Аузан, декан экономического факультета Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. Если вам нужно сделать одну уникальную вещь, закажите русским. Если нужно 10 одинаковых, заказывайте кому угодно, только не русским. Если нужно 10 одинаковых, русским не заказывайте. То есть фактически получается, что есть, и мы это видим по истории нашего 20 века, обратите внимание, что страна, которая сделала космический корабль, атомную, ну, наверное, атомную, и точную водородную бомбу, гидротурбину и так далее, и так далее, конкурентоспособный автомобиль, холодильник или телевизор сделать не смогла, при том, что звары киноавтора идеи телевидения. То есть оказывается, что по нынешнему социокультурному рисунку населения, того, что мы экономисты называем неформальными институтами, мы в состоянии производить уникальные вещи, малые серии продуктов, опытные партии, но не можем производить массовые. Мы не конкурентоспособны здесь. Ну, а тогда как же? Ну, тогда, я вам скажу, как. Тогда, во-первых, для начала нужно сделать ставку на то, что есть, а не на то, чего нет. Не на автопром, в который я не очень верю, что он поднимется. Это вы очень вежливо сейчас выражаетесь, по-моему, что вы не очень верите. А я, да, ну ладно. Вот когда вы говорите эти вещи, волей-неволей у меня возникает в голове замечательный повестик, что ли, или длинный рассказ одного из моих любимых русских писателей Левского, который называется Левша. Да, совершенно верно. Смотрите, Левша сумел сделать невероятную вещь, подковать блоху, которую сделали английские мастера, и которая прыгала, как блоха. Он им показал, что он может даже эту блоху подковать, в результате чего она перестала прыгать. Да. Вот это вот что? Это и есть... Да, это и есть то самое качество, да, совершенно верно, которое связано с культурными особенностями. Это не единственное качество. Я могу назвать еще качество, например, связанное с тем, что по тому обследованию было видно, что люди склонны к тому, чтобы браться за любые задачи. Они могут работать аврально, но при этом не могут работать систематично. Могут штурмом взять какую-то проблему. Не умеют договариваться с другими людьми, и именно поэтому они делают хорошую карьеру, например, в менеджменте. Потому что все-таки топ-менеджмент должен каким-то образом учитывать интересы других людей и сочетать эти интересы. Ну, неплохо было бы знать, что это так, и признаться в этом. Меня, я думаю, не только меня очень интересует. Только получается, что одна страна, ну, я употребляю слово не совсем научное, но тем не менее, отсталая, а другая страна неотсталая. И может ли отсталая страна стать все-таки неотсталой? Попытки по-разному объяснить, почему страна находится в колее. Какие были варианты ответа? Сначала была идея, что главное поменять, добиться экономического роста, и дальше все само собой будет исправляться. Но мы знаем, что эти страны иногда добиваются экономического роста, иногда они растут даже быстрее других. Россия росла в так называемые «тучные годы» с темпом 7-8% в год. Это совсем неплохой темп. Слушайте, Россия росла в 30-е годы. Просто вообще невероятно. Совершенно верно. Начиная с 29-го года, Великого Перелома. Поэтому, вообще говоря, темп роста, я скажу сейчас вещь грустную, но, например, когда говорят о том, что Китайская Народная Республика – это такой образец, я говорю, давайте посмотрим и подождем. Потому что СССР тоже демонстрировал очень высокие темпы роста, но не сумел перейти на интенсивные пути развития. Вот Китай сейчас находится на переломе. Он либо сможет, либо не сможет. Еще не факт. Уход из мира отсталого в мир передовой происходит редко. Вы назвали пять стран. И требует не менее 50 лет. Чистого времени, да. Да, чистого времени. На что вы говорите? 50 лет для нас – это чрезвычайно долго. Еще ни разу наше население не выдерживало таких долгосрочных реформ. Всякий раз происходил срыв. Значит, я возвращаюсь к тому, что я говорил. Значит, шансов нет. Мы не можем потерпеть 50 лет. Нам это не дано. Во-первых, заметьте, когда речь идет о 50 годах чистого времени, то не имеется в виду, что это 50 непрерывных лет. Просто в истории России происходило многократно так. Тогда еще дольше тогда. Секунду. Подождите. Подождите. Потому что мы ведь уже не раз. Россия похожа на страну, которая вот вспрыгивает, достигает высот, потом как будто ударяется головой о потолок, падает и снова пытается вспрыгнуть. Да. Вот это и есть эффект клеи. Это означает, что есть какие-то блокировки, которые нам мешают двигаться, которые нам мешают достичь. Одна из этих блокировок действительно, если хотите, вот неготовность к длительным периодам преобразования. Ведь в России бывали реформы, которые рассчитаны на длительное время. Например, реформа Александра Второго. То, что часто вспоминают земства, судебные реформы, школьные и так далее. Вот это движение, в общем, было рассчитано на долгий срок. Вы помните, чем кончил Александр Второй? Помню. Я помню. Более того, я бы сказал так. В истории не существует супернадежных способов преобразования. Потому что, в принципе, есть два способа, грубо говоря, модернизации. Одна в стиле Петра Первого и Иосифа Сталина, когда народ сжимают вот так, заставляют большими человеческими потерями рвануться вперед. Потом выясняется, что истребили часть народа, что не можем удержаться на тех позициях, которые есть. И я говорю, что после мобилизации наступает демобилизация, и как раз это время наивысшего успеха. Как Екатерина Великая в XVIII веке, или хрущевское время с культурной оттепелью и космосом в веке XX. А второй тип – это модернизация, которую проводил, скажем, Александр Второй, или Никита Хрущев, или Михаил Горбачев. Это попытка идти вместе с обществом, пытаясь что-то такое сделать. Таких реформаторов нередко смещает или убивает люди из этой же страны. Но опять Александра Второго убили, Никиту Хрущева поместили под домашний арест, а Михаил Горбачев, слава богу, работает и продолжает выступать. Надо сказать, что все-таки стало лучше. Что прогресс происходит. Мажется, что было бы полезно, если бы, скажем, ну, я не знаю, первое лицо государства, возможно, так и сказал бы людям, что это долгий путь. Что мы сегодня находимся вот в такой точке. И чтобы попасть в ту точку, куда мы все хотим попасть. Это требует времени. Я вас не буду обманывать, что-то можно сделать завтра или послезавтра. Может быть, ваши дети. Вы-то точно нет. Потому что если это 50 лет, например, то очень многие туда не попадут. Но мне кажется, можете ошибаться, что русский человек таков, что если ему сказать правду, он восприимчив, ему столько раз врали, столько раз врали, что он просто перестал верить чему-либо. Нет? Я бы сказал так. Если вы спрашиваете, надо ли людям сказать правду, то я, конечно, с этим согласен. Надо сказать, потому что, ну, надо сказать, что жизнь устроена вот так, история идет такими дорогами и механизмами, и поэтому, если вам пообещают сейчас такой скачок, который за 5 лет превратит нашу страну в первую страну мира, не верите. Такое невозможно. Вас, скорее всего, обманывают и манипулируют вами. Но, с другой стороны, я понимаю власть, которая хочет использовать те самые ресурсы, которые знает за населением страны. Ну, например, склонность к Авралу. А давайте мы рукава засучим и сейчас что-нибудь сделаем. Да, 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 да. Возможен ли в России рывок? Возможен. И я боюсь, что этот соблазн будет в ближайшее время очень сильным. Вот. Он будет сильным, потому что... Опять какой-то... Потому что экономика страны, конечно, ухудшается. Впереди нерозы. Нерозы нас ожидают. И в этих условиях идея такого рывка, она может стать популярной. Правда, я думаю, что потом, когда меня спрашивают, можно ли поднять темп развития страны, я говорю, да, конечно, можно. Вопрос будет потом. Да. Вопрос будет вот так. Вопрос будет. Для этого, когда мы полагаем.